Его право на достойную жизнь, свободную реализацию своих знаний и способностей. Ставим перед собой амбициозную задачу за предстоящее десятилетие ввести Россию в пятерку крупнейших экономик мира. Для достижения этих целей необходимо как минимум в два раза повысить производительность труда, а в несырьевых, высокотехнологичных сферах это еще большая планка, это где-то в три-четыре раза надо будет сделать. В экономике бюджетной сферы должна уйти неэффективная занятость, а взамен созданы не менее 25 миллионов современных высокооплачиваемых рабочих мест. Это общенациональная задача на ближайшие 15-20 лет. Возможностями для комплексного мозгового штурма располагает, конечно, ваша организация. Международная организация позволила МОД выйти на оптимальные и взвешенные инициативы, когда международное сообщество столкнулось с действительно серьезным вызовом. Очевидно, что нужна более устойчивая и политические и финансовые организации не вправе забывать о своей фундаментальной ответственности перед гражданами. Из российской экономики бюджетной сферы должна уйти неэффективная занятость. Отличными станут здесь естественными союзниками и партнерами. Плекслобальный пакт о рабочих местах, который был принят в июне 2009 года. Причем принят единогласно. Базовый тезис этого прорывного документа – отказ от простых решений при реализации антикризисных мер. Прежде всего таких, как урезание зарплаты и социальных гарантий трудящихся. Отмечу, что в России не просто поддерживает глобальный пакт. И внимание, подтверждает и глобальный пакт о рабочих местах, который был принят в июне 2009 года. Базовый тезис этого прорывного документа – отказ от простых решений при реализации антикризисных мер. Это, на наш взгляд, один из базовых уроков глобального кризиса, который надо учитывать, выстраивая долгосрочную стратегию в развитии. В центре этой стратегии должен быть, безусловно, сам человек. Его право на достойную жизнь, свободную реализацию своих знаний и способностей. Ставим перед собой амбициозную задачу – за предстоящее десятилетие ввести Россию в пятерку крупнейших экономик мира. ВВП на душу населения подняться с нынешних 19,7 тысяч долларов к более чем 35 тысячам долларов на человека. Для достижения этих целей необходимо как минимум в два раза повысить производительность труда. А в несырьевых, высокотехнологичных сферах – это еще больше. Планка – это где-то в три-четыре разных сферах. Из российской экономики в бюджетной сфере должна уйти неэффективная заглядность. Субтитры создавал DimaTorzok